Вот землетрясение магнитудой 1,4 балла произошло в Берлине во время выступления британской рок-группы. И попросили профессора, кстати, израильского Шмуэля Марка с факультета геофизики Тель-Авивского университета, чтобы он объяснил, как вызывается землетрясение. Ему были заданы вопросы технические в основном, что может ли одновременно прыжок 10 тысяч человек вызвать землетрясение, а если 7 миллиардов прыгнет и так далее. Там очень много данных, он технически отвечал, но так в результате и не сумел ответить, как вызывается вообще землетрясение, как они вызываются. То есть вопрос мой такой, вот все эти землетрясения зависят от прыжков, хлопков и так далее, и так далее. Вы качаете головой? Нет. Конечно нет. Нет. Но если мы все одновременно захотим, то, может быть, вызовем. Даже не прыгая? Даже не прыгая, причем прыгая. Ну, как? Прыгаешься, трясаешь что-то? Ну, подумаешь, что на земной Корее будут прыгать сейчас, допустим, пару миллионов человек. Да хоть все 7-8 миллиардов. Ничего не произойдет, Павел? Ничего не произойдет. А если мы сидим просто, сидим, да, и думаем? И вместе. Вместе, да. Да, желая соединиться, мы захотим, чтобы наш земной шарик нам немножко помог, да, поддержал как-то, да, то это получится. То есть если мы захотим? Мысль наша точно сможет это сделать. Общая мысль. Единая мысль может вызвать землетрясение? Конечно. И может остановить его единая мысль? Может остановить. Сильнее мысли людей нет ничего, если они думают сообща. Понятно. Для этого нужно, чтобы все человечество подумало об этом? Ну, хотя бы его какая-то часть, серьезная часть. Ну, вот скажите, вот предположим, да, предположим, есть землетрясения где-то, которых немало уже, ну, там, в Латинской Америке. Да. Вот если мы начинаем думать о том, как остановить его, это землетрясение, вот оно идет стихийно, его не знает никто, как остановить, там, лавы и так далее. Если мы думаем, вы говорите, мысль – это самая сильная штука в мире. Да. Чтобы остановить, но все думаем об этом, оно останавливается? Я уверен, что да. То есть с чем мы имеем дело? Мы имеем дело с силами природы. Если мы запускаем силу против той, которая сейчас действует, но на уровень выше, а это на уровень выше, это все-таки человек, это разум человека, желание человека и так далее. Если люди соединяются между собой, мысленно убирают свой эгоизм, главное, чтобы быть вместе, чтобы в общем движении, в своем объединиться. Ты представляешь, объединиться в общем движении, внутреннем, для того, чтобы спасти планету, то, естественно, что это будет действовать. Что останавливается землетрясение? Пожалуйста, давай проверим. Хорошо бы, проверите. Для этого нужно общее согласие, чтобы проверить. Ну, так и для чего у тебя есть ООН, ЮНЕСКО и прочие? Даже интернет, скажем, для чего есть? Конечно, да. То есть, на самом деле, все бы и существовало бы именно для этого, чтобы объединить человечество вот в мысли о чем-то. Мы бы с помощью такого приема могли бы уравновешивать абсолютно все. То есть, вы говорите, что все средства, коммуникации, все эти организации, они созданы только для одного, чтобы объединять человечество и направлять на какую-то проблему, чтобы ее гасить. Да. В итоге мы придем к тому, что сами не ожидая, сами не думая, не гадая, мы обнаруживаем особый смысл в объединении. Именно благодаря нашим эгоистическим всяким открытиям. То есть, эгоистически мне надо остановить землетрясение, и это открытие, да, для того, чтобы, вы говорите, вместе думаем об этом, и оно останавливается. И так же точно все проблемы мира, включая войны. Абсолютно все, конечно. Да, невидимая сила, ее не видят. А все силы самые особые ваше, они невидимые. Понятно, надо бы в это поверить как-то, понимаете? Надо не поверить, надо просто идти к этому и постепенно, 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 начиная самоорганизовываться, приближаясь к воздействию на такую силу. И мы обнаружим, что действительно она существует. Понятно, и это работает, объединение, да. Продолжение следует... Продолжение следует...